здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня вторая часть видео как и обещала о тортике на хэллоуин торт привидение начинка у тортика сникерс и очень интересный такой тортик очень вкусная начинка начинку сникерс мы готовили в прошлом видео ссылочка вверху переходите смотрите там все очень подробно и красиво разрезик очень аппетитный а сегодня мы будем именно оформлять торт сникерс в виде привидения такого на хэллоуин торт абсолютно несложные в приготовлении в дизайне в декоре мы с вами сегодня узнаем рецепт ганаша которым я выравниваю свои 3d тортики обязательно досмотрите видео до конца я там покажу как и выравниваю антигравитационный торт этим ганашем также мы сегодня с вами покрасим наше привидение специальной смесью для покраски шоколада также мы сегодня сделаем вот такую вот ткани съедобную драпировку которая прекрасно вот подходит для такого нашего привидения начинка вы видите очень классная очень вкусная все очень подробно в прошлом видео в первой части невероятно крутая карамель видео по приготовлению карамели у меня есть отдельно на канале пожалуйста подписывайтесь пожалуйста комментируйте это нужно для того чтобы мой канал продвигался и больше людей увидела мой канал так как я часто в ролике выпуска никто их не смотрит это очень обидно подписывайтесь обязательно комментируйте ставьте лайк и колокольчик нажимаете чтобы не пропускать мои новые видео а вот сейчас уже пошла полезная информация готовим ганаш на шоколаде и сливочном масле для выравнивания шоколад я беру кайф калетах колебаут отправляя в микроволновку растапливаться значит шоколад я топлю в микроволновке 3-4 раза импульсами по 20 секунд после каждого вот сеанса в микроволновке шоколад нужно обязательно перемешать вот туда-сюда его вот вы должны достать поставить перемешайте и вот так повторить несколько раз чтобы полностью растворились калета шоколада масло вы видите масло я беру всегда 82 процента жирности масло должно быть обязательно комнатной температуры холодное масло сюда не подходит масло мягкое вы видите я лопаточка его вот так вот потрогала но вот все продавливается она должна быть обязательно комнатной температуры когда калеты полностью растворились у вас в микроволновке может быть там одна-две они как бы датает под температуру шоколада нагретого но основная часть калет должна быть растворена далее шоколад не должен быть горячим добавляем сливочное масло комнатная температура если у вас шоколад будет такой горячего ты просто ганаш будет жидковат и больше времени пройдет для стабилизации чтобы с ним работать более удобно я не очень люблю жидкий ганаш немного не очень удобно хотя вот именно жидким ганашем сейчас можно вот залить его на тортик и выравнивать круглообычные торты и так ганаш мы с вами приготовили тортик вот такой вот сникерс мы с вами собрали в прошлом видео у меня нижние коржи 16 сантиметров в диаметре и уходит вверх он у меня высота 25 по моему сантиметров в прошлом видео также были замеры я все узнаю все вспомню обязательно все под видео напишу распишу вам рецепт начинки я уже не буду вам расписывать просто я распишу именно все размеры и распишу то чем я пользовалась для декора тортика что сейчас нам нужно сейчас вот чуть-чуть я подрезаю обрезаю тортик для того чтобы придать форму нужную правильную такую для нашего приведения в прошлом году я делала видео у меня был торт тыква на хэллоуин ссылочка вверху смотрите переходите очень интересное видео а вот сегодня в этом году я не хотела повторяться с тыквами как-то поднадоели они хотелось чего-то вот другого и тем более на канале вы просили приготовить начинку сникерс и вот звезды сошлись начинка сникерс и вот приведение у нас как раз сейчас рождается в в принципе что-либо комментировать вы все видите я ненужное подрезала и доложила вот такую красивую кругленькую верхушечку то есть у меня крем оставался вот я чуть-чуть крема наверх и вот все обрезки туда кверху далее у меня вот оставшийся крем крем у меня это напомню сливочное масло сгущенка и какао он плотный он как бы масляный крем поэтому все остатки крема я вот так вот выровняла тортик все какие-то неровности щели я вот остатками крема все это выровняла далее крема не хватило ничего страшного далее заканчиваем выравнивание уже ганашем это вот ганаш который мы сами приготовили ранее ганаш я готовлю две части шоколада одна часть сливочного масла больше ничего туда не нужно ганаш очень плотный очень хорошо держится прекрасно он держится и стабильно себя ведет под мастикой вот в данном декоре прекрасно себя ведет ну то есть один из моих любимых ганаши вот так вот набираемся терпение и выравниваем тортик я вот повторяюсь тортик абсолютно несложный можно сделать абсолютно милое привидение злое вот даже вот сейчас форма и вывод с этой формы даже тыкву можете сделать ну вы включаете фантазию да вы просто вот чуть-чуть такие вот бороздочки поделаете опять же ганашем вот так вот выровняли и обтянули оранжевая мастикой сверху приделали хвостик все нарисовали глаза у вас вот форма тыквы готова то есть я вам показываю какие-то моменты вы уже вы люди творческие у меня все вы уже применяете вот то что я вам даю уже как бы на своей кухне и применяете включаете свою фантазию вот я показываю как работать а вы уже вот с этой формы можете хоть привидение создать хоть тыкву далее у меня шпателя такого нежного мягкого нету поэтому я беру вот такую подложку золотом она серебро золото они у каждого по-разному если я беру вот у меня золото есть у меня обрезок был этой подложки я вот ганаш вы видите уже сейчас поплотнее ганаш стабилизировался и с ним уже более удобно работать я наношу чуть-чуть ганаша на подложку и уже вот так вот таким образом выравниваю сейчас как бы вот пару минут назад я выравнивала именно заглаживала все неровности там щелочки там вот эти все дела а сейчас я уже вот таким вот способом выравниваю больше вот его как бы такую геометрическую форму чтобы все было вот гладко и вот со всех сторон смотрелось она гладко чтобы не было таких явных визуальных впадин таких каких-то выпуклости то есть все это вот сейчас я сглаживаю то есть максимально старайтесь придать своему тортику такую правильную форму опять же если это вот не привидение как моем случае например тыква там у вас такая такой ровный торт как бы не особо нужен далее сейчас я делаю ручки ручки приведению я делаю из пластичного шоколада на основе черного шоколада видео будет скоро на моем канале это как бы хотелось отдельное видео сделать чтобы все рассказать все тонкости все нюансы поэтому сейчас я на этом не останавливаюсь вы можете ручки сделать из мастики в принципе абсолютно без разницы возьмите там коричневую мастику там белую мастику но абсолютно неважно вот сейчас будем красить наше приведение нужно будет вот такая мисочка пиалочка далее диоксид титана у меня диоксид титана вы берете тот который вашем городе они везде в принципе одинаковые не очень полезная штука но без нее никуда так как белый цвет дает хороший диоксида титана вот мы насыпаем в пиалочку и разводим водкой водка разводим для того потому что водка быстрее всего испаряется то есть вода вода не подходит от воды будет сильно мокро разводите водкой и доводите до состояния вот такой вот густой сметаны я на видео не указала но я еще добавила столовую ложку кукурузного крахмала без горки вот вот на мое количество я все пропорции укажу под видео обязательно кукурузный крахмала дает способствует тому что у вас вот это покрашенное приведение будет быстрее высыхать быстрее схватиться не будет прилипать к рукам вот эта краска потому как холодильник у меня капельный не ноуфроста обычный капельный и все таки он достаточно влажный и там конденсат выступает и это как бы не очень хорошо сказывается на вот на покрашенных тортах на моих вот таким способом и если добавить крахмал то торт остается сухой и даже конденсат холодильника на него никак не влияет поэтому я все пропорции напишу диоксид титана спирт и кукурузный крахмал все это смешивайте до густой сметанки такой и покрываете щеточкой и тортик я покрывала два раза далее будем делать съедобную ткань нужны вот такие листы для суши это рисовая бумага у меня опять листочка мне не хватило но я как бы уже в магазин бежать не стала вот очень все просто прям до безобразия подготавливайте силиконовый коврик вам нужен будет любовь силиконовый коврик абсолютно любовь значит берете вот эти листы рисовой бумаги и я вам сейчас вот демонстрирую что вот чуть-чуть окунаете в водичку там секунды две-три подержали она уже стает мягче то есть вот сухая рисовая бумага она очень хрупкая на ломка и поэтому аккуратно с ней обращайтесь вот погружайте в мисочку и вот ждете пока она такая будет мягенькая и чтобы вот этот рисунок явный рисунок вот этой клеточки чтобы он ушел то есть чем вот сейчас больше бумага рисовая будет проводить в воде времени тем меньше будет виден рисунок я надеюсь вы меня поняли то есть вот рисунка нужно устранить рисунок с помощью того что рисовая бумага у вас хорошо размокнет но если вы она у вас сильно раскиснет она у вас будет рваться и будет неудобно в работе я ложила также несколько листов вот в одну тарелку вот эту и ну чтобы быстрее ускорить процесс еще такой момент что тарелку нужно брать и по размеру ваших листов чтобы вы лист никак не сгибали потому как в маленькой пиалочке вам будет неудобно размачивать вот этот лист вы видите все листы я размачиваю добиваюсь того чтобы ушел рисунок и все можно вытаскивать и все вот вот эти круги рисовой бумаги я разложила на коврике каждый кружочек не должен соприкасаться друг с другом очень липкая вот это сейчас такая консистенция вот этих кругов я беру пиалочку насыпаю в пиалочку кукурузный крахмал беру вот такую косметическую соответственно чистую щетку у меня это сугубо для кондитерских целей такая щетка есть и и ничего сложного просто покрываете крахмалом вот эти рисовую вот эту бумагу мокрую рисовую бумагу просто вот так вот припу припыляйте крахмалом должно у вас быть так щедро все это сделано чтобы никаких просветов у вас не осталось вы видите абсолютно к рукам ничего не прилипает там где мы обработали крахмалом там где крахмалом рука не обработана очень все липнет то есть вы из силиконового коврика ну как бы не повредив вот эти рисовую рисовую вот эту свою ткань никак не снимите если не бойте припылять крахмалом далее начинается самое интересное самое сложное наберитесь терпения и очень-очень аккуратно вам нужно приподнимать теперь вот эти рисовые круги вот эту же рисовую ткань а вот так отдирать по чуть-чуть от силиконового коврика и вот изнанку вот эту липкую также припылять то есть тут уже скажу честно вы если вот будете делать у вас уже как бы как лучше для вас у вас техника вырабатывается я вам показываю ну в принципе процесс как она делается то есть можете вот по кругу поддеть чуть-чуть а потом как-то отдирает ну то есть тут нужно при налоге приноровиться и приловчиться как лучше она отдирается опять же повторюсь чем больше вы размочите свою рисовую вот эту бумагу тем тяжелее будет отдирать от силиконового коврика вы видите вот достаточно так аккуратно я работаю нежно не спеша абсолютно что как бы нам в данном декоре нужно чтобы вот эти наши круги ткань наша была ровная без каких-либо заломов защипов тем более у меня было всего лишь пять вот этих кругов не хватало чуть-чуть мне и как бы я работала очень аккуратно далее мы изнаночную вот эту сторону также припыляем крахмалом все хорошо растираем крахмал прекрасно впитывается в рисовую вот эту бумагу уже в рисовую ткань и все вуаля вы видите у нас рисовая ткань готова она прекрасно себя ведет она уже не липнет к рукам она просто готова к работе и декорируйте ею что хотите очень удобно для каких-то тортов фигур женщины там каких-то женских тортов опять же можно добавить краситель то есть это все можно сделать разных цветов вы понимаете правильно то есть добавляете воду краситель у вас уже ну как бы разноцветная будет ткань вот еще один способ как как я приловчилась отдирать вот эту рисовую бумагу силиконового коврика это не саму бумагу не сами круи вот так вот отдирать от коврика а именно силиконовый коврик снимать с рисовой бумаги вот так вот припылять мне кажется так удобнее для меня так было удобнее но опять же вы для себя там уже я говорю приноровитесь и выберите тот способ который удобнее вам вот у меня прекрасно все отошло ничего не порвалось и и зажимов заломов не было очень удобно то есть это я два последних круга снимала вот таким вот образом все мы пищевую рисовую ткань подготовили и теперь нарисуем глазки нашему привидению глазки я рисую обычным гелевым красителем черным никак не намечала предварительно просто на глаз нарисовала глазки если вам нужно вы можете наметить и неуверенны в себе наметьте чтобы как бы получилось все ровненько не криво и глазки были одного у вас размера вот тут я вам демонстрирую что период у меня стоит к двери холодильника он сухой полностью а зато чуть-чуть у меня липковатый так как он стоит к задней стенке холодильника там конденсата холодильник у меня капельный и это просто беда для меня я привыкла работать с ноуфростами и считаю это лучшим холодильником для тортов вот теперь чтобы вот декорировать торт вот это наши пищевую рисовая тканью она сильно крахмал на как как она крахмаленая вы ложите на силиконовый коврик чистый и просто щеточкой излишки крахмала сметаете ну вот так в руках можете перетереть вот эту ткань но все равно лучше щеточкой убрать излишки крахмалу далее занимаетесь выкройкой прикладывайте кусочки смотрите куда какой лучше я вот рисовую вот эту ткань креплю на глазурь на белую глазурь так удобнее очень быстро сразу схватывается и тут я занимаюсь кройкой вы видите я сначала сделала участки под ручками далее ручки сделала это у меня ушло два листа правильно так вот и третий ушел напереду у меня глазки я тоже вырезала на глаз сложила лист пополам приложила где будут глазки и вырезала глазки то есть абсолютно ничего сложного также закрепила сверху ткани рисовую на глазурь третий это лист был и у меня вот четвертый лист идет на спину и 5 идет сверху то есть в вашем случае для декора тортика вам нужно просто наверное 7 листов чтобы вот прям совсем по красоте сделать и декор этого тортика у меня опять листов поэтому зад такой остался не очень прикрыт и задняя часть головы приведения ничего страшного принцип вы поняли увидеть есть участки не закрыты вот туда еще прям просится еще два листа вот это рисовой ткани вы поняли как это делается принцип вы поняли и вы обязательно сделаете лучше чем я я вас уверена далее вот в последние в последнем куске ткани я вот так же вырезаю глазки и накладываю вот сверху на голову честно скажу мне результат очень понравился я вдохновлялась рисунками на пинтересте я не думала что получится такое милое привидение что оно получится таким вкусным и вот из этой начинки сникерс я была уверена но что она получится вот такое миленькое я как-то даже и не ожидала честно скажу вы видите абсолютно несложно в декоре абсолютно легко все делается просто берите и делайте как бы все я вам показала рассказала если что-то непонятно обязательно комментирую повторяюсь ваше комментарии помогают многим людям большему количеству людей увидеть мой канал для меня это очень важно очень важно чтобы канал развивался поэтому пожалуйста комментируйте ставьте лайки делитесь видео делитесь моим каналом нажимайте колокольчик и будьте пожалуйста активно мне это очень важно важно что чтобы понимать и нравится вам мои видео не нравится полезно не полезно смотрите не смотрите далее вот хочу отметить то что тортик у меня постоял в холодильнике вот наверно ночью и чуть-чуть и съедобная вот эта ткань рисовая она загрубела то есть не критично но она стала не такая не такая такая податливая то есть она такая более дубовая стала далее разрезаем тортик обычным ножом пилка я разрезаю торт абсолютно бескаркасный вы видите не центральной оси нету не межъярусных каких-то подложек нету прекрасно себя торт ведет напомню высота его 25 сантиметров нижний ярус 16 все стабильно все прекрасно и транспортировалась бы если бы нужно было куда-то транспортировать хотя для транспортировки я скорее всего бы сделала просто центральную ось я не добавляла бы межъярусных подложек но центральную ось я бы сделала потому что мало ли что может быть на дорогах при транспортировке вот сейчас я кушаю на камеру эту прекрасную вкуснейшую начиночку напоминаю в прошлом видео я ее готовила просто вот сейчас комментирую озвучивая вот слюни так и текут хочется еще эту вкуснятину очень хрустящее безе вы видите насколько в невероятно нежная такая карамель она прям вся абсолютно не твердая тортик я разрезала чуть-чуть и так тяжеловато потому как торт сразу с холодильника то есть я хотела вам показать именно карамель сразу с холодильника что она не дубовая у меня она у меня вот мягкая и она не вытекает какими-то вот извините соплями с торта она держит свою форму вот и вот туговато резался торт потому как с холодильником а вот обещанное выравнивание антигравитационного торта ганашем на сливочном масле и шоколаде вы видите все легко просто выравнивается вы можете выравнивать таким образом обычные свои круглые торты этим ганашем все очень легко просто надеюсь вам мое милое приведение понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх обязательно комментируйте комментируйте делайте такие же приведения и такие же интересные торты вместе со мной и я буду рада вашим успехам пока пока до новых встреч